Анна Павловна улыбнулась и обещалась заняться Пьером, который она знала приходился родня по отцу князю Василью. Пожилая дама, сидевшая прежде сматант, торопливо встала и догнала князя Василья в передней. С лица ее исчезла вся прежняя притворность интереса. Доброе и сплаканное лицо ее выражало только беспокойство и страх. «Что же вы мне скажете, князь, о моем Борисе?» сказала она, догоняя его в передней. Она выговаривала имя Бориса с особенным ударением на «у». «Я не могу оставаться дольше в Петербурге. Скажите, какие известия могу привести моему бедному мальчику?» Несмотря на то, что князь Василий неохотно и почти неучтиво слушал пожилую даму и даже выказывала нетерпение, она ласково и трогательно улыбалась ему. И чтобы он не ушел, взяла его за руку. «Что вам стоит сказать слово государю, и он прямо будет переведен в гвардию?» просила она. «Поверьте, что я сделаю все, что могу, княгиня», отвечал князь Василий. «Но мне трудно просить государя. Я бы советовала вам обратиться к Румянцеву через князя Голицына. Это было бы умнее». Пожилая дама носила имя княгини Друбецкой, одной из лучших фамилий России она, но она была бедна, давно вышла из света и утратила прежние связи. Она приехала теперь, чтобы выхлопотать определение в гвардию своему единственному сыну. Только затем, чтобы увидеть князя Василия, она назвалась и приехала на вечер Канни Павловне. Только затем она слушала историю Виконта. Она испугалась слов князя Василия, а когда-то красивое лицо ее выразило озлобление, но это продолжалось только минуту. Она опять улыбнулась и крепче схватилась за руку князя Василия. «Послушайте, князь», сказала она, «я никогда не просила вас, никогда не буду просить, никогда не напоминала вам о дружбе моего отца к вам. Но теперь я Богом заклинаю вас, сделайте это для моего сына, и я буду считать вас благодетелем», — торопливо прибавила она. «Нет, вы не сердитесь, а вы обещайте мне». Я просила Голицына, а он отказал. «Свои любые enfants, которые вы были. Будьте тем добрым, каким вы бывали прежде», — говорила она, стараясь улыбаться, тогда как в ее глазах были слезы. «Папа, мы опоздаем», — сказала, поворачивая свою красивую голову на античных плечах княжна Элен, ожидавшая у двери. Но влияние в свете есть капитал, который надо беречь, чтобы он не исчез. Князь Василий знал это, и раз сообразив, что ежели бы он стал просить за всех, кто его просит, то вскоре ему нельзя было бы просить за себя. Он редко употреблял свое влияние. В деле княгини Друбецкой он почувствовал, однако, после ее нового призыва что-то вроде укора совести. Она напоминала ему правду первыми шагами своими в службе, он был обязан ее отцу. Кроме того, он видел по ее приемам, что она одна из тех женщин, особенно матерей, которые однажды, взяв себе что-нибудь в голову, не отстанут до тех пор, пока не исполнят их желания. А в противном случае готовы на ежедневные, ежеминутные приставания и даже на сцены. Это последнее соображение поколебало его. «Шер Анна Михайловна», — сказал он своею всегдашнюю фамильярностью и скукой в голосе, «для меня почти невозможно сделать то, что вы хотите. Но чтобы доказать вам, как я люблю вас и чту память покойного отца вашего, я сделаю невозможное. Сын ваш будет переведен в гвардию. Вот вам моя рука. Довольны вы? Милый мой, вы благодетель. Я иного и не ждала от вас. Я знала, как вы добры». Он хотел уйти. «Постойте, два слова». «Уни фуа пасе о гердо?» «Ну, когда его переведут в гвардию?» Она замялась. «Вы хороши с Михайлом Иларионовичем Кутузовым? Рекомендуйте ему Бориса в адъютанты. Тогда бы я была покойной. Тогда бы уж князь Василь улыбнулся. Этого не обещаю. Вы знаете, как осаждают Кутузова с тех пор, как он назначен главнокомандующим. Он мне сам говорил, что все московские барыни сговорились отдать ему всех своих детей в адъютанты. Нет, обещайте, я не пущу вас, милый благодетель мой. Папа, опять тем же тоном повторила красавица, мы опоздаем». «Ну, гвах». «До свидания. Прощайте, видите?» «Так завтра вы доложите государю?» «Непременно. Кутузову не обещаю». «Нет, обещайте, обещайте, Базиль», сказала вслед ему Анна Михайловна с улыбкой молодой кокетки, которая когда-то должна, должно быть, была ей свойственна, а теперь так не шла к ее истощенному лицу. Она, видимо, забыла свои годы и пускала в ход по привычке все старинные женские средства. Но как только он вышел, лицо ее опять приняло то же холодное притворное выражение, которое было на нем прежде. Она вернулась в кружку, в котором Виконт продолжал рассказывать и опять сделала вид, что слушает, дожидаясь времени уехать, так как дело ее было сделано. «Ну, как вы находите всю эту последнюю комедию ухτ, COL. КОНУЛАНИЯ» сказала нам Павдова. И на новой комедии господину Бонапарте, и господин Бонапарте сидит на троне и исполняет желания народов. О, это восхитительно! Нет, от этого можно с ума сойти, подумая, что весь свет потерял голову. Князь Андреев смехнулся, прямо глядя в лицо Анны Павловны. Дьёми ладонэ гяра, аки латушь. Бог мне дал корону, горе тому, кто её тронет, сказал он. Слова Бонапарте, сказанные при возложении короны. Он dit qu'il a été très beau en prononçant ces paroles. Говорят, он был очень хорош, произнося эти слова. Прибавил он и ещё раз повторил эти слова по-итальянски. Дьёми ладонна гуая, аки латок. J'espère enfin. Надеюсь, продолжала Анна Павловна, que ça été la goutte d'eau qui fera des bordels verts. Les souverains ne peuvent plus supporter cet homme qui menace tout. Надеюсь, что это была наконец-то капля, которая переполнит стакан. Государи не могут более терпеть этого человека, который угрожает всему. Les souverains, je ne parle pas de la Russie, сказал Виконт учтиво и безнадёжно. Государи, я не говорю о России. Les souverains, madame, qu'on t'il fait pour Louis XVI? Pour la reine, pour madame Elisabeth? «Рien!» «Но что они сделали для Людовика XVI, для королевы, для Елизаветы?» «Ничего!» Продолжала он, одушевляясь. «И croyez-moi, ils subissent la punition pour leur trahison de la cause des bourbons. Les souverains, ils envoient des ambassadeurs à complémenter l'usurpateur. Государи, они шлют послов приветствовать похитителя престола. И он, презрительно вздохнув, опять переменил положение. Князь Ипполит, долго смотревший в ларнет, на Виконта, вдруг при этих словах повернулся всем телом к маленькой княгине и, попросив у неё иголку, стал показывать ей рису иголкой на столе герб кондей. Он растолковывал ей этот герб с таким значительным видом, как будто княгиня просила его об этом. «Батон де гюль, ингриле, де гюль д'азюр, мезон кондей», — говорил он. «Палка из постей, оплетённая лазаревыми постями, дом кондей». Княгиня, улыбаясь, слушала. «Ежели ещё год Бонапарте останется на престоле Франции, продолжал Виконт начатый разговор с видом человека, не слушающего других, но в деле лучше всех ему известного, следящего только за ходом своих мыслей, то дела пойдут слишком далеко. Интригой, насилием, изгнаниями, казнями общества, я разумею, хорошее общество французское навсегда будет уничтожено. Он пожал плечами и развёл руками. Пьер хотел было сказать что-то, разговор интересовал его, но Анна Павловна, караулившая его, перебила. «Император Александр», — сказала она с грустью, сопутствовавшей всегда её речам об императорской фамилии, — объявил, что он предоставит самим французам выбрать образ правления. «И я думаю, нет сомнения, что вся нация, освободившись от узурпатора, бросится в руки законного короля», — сказала Анна Павловна, стараясь быть любезной с иммигрантом и роялистом. «Это сомнительно», — сказала князь Андрей. «Мессио Левиконт, господин Виконт, совершенно справедливо полагает, что дела зашли уже слишком далеко. Я думаю, что трудно будет возвратиться к старому». «Сколько я слышал», — краснее опять вмешался в разговор Пьер. «Почти всё дворянство перешло уже на сторону Бонапарта». «Это говорят бонапартисты», — сказал Виконт, не глядя на Пьера. «Теперь трудно узнать общественное мнение Франции». «Бонапарто ладит». «Это говорил Бонапарт», — сказал князь Андрей с усмешкой. Видно было, что Виконт ему не нравился и что он, хотя и не смотрел на него, против него обращал свои речи. «Я показал им путь славы», — сказал он после недолгого молчания, опять повторяя слова Наполеона. «Они хотели, я открыл им мои передние». Они бросились толпой. Не знаю, до какой степени имел он право так говорить. «Океан, никакого», — возразил Виконт. «После убийства герцога даже самые пристрастные люди перестали видеть в нём героя». «Если он и был героем для некоторых людей, — сказал Виконт, обращаясь к Анне Павловне, — то после убедения герцога одним мучеником стало больше на небесах и одним героем меньше на земле». Не успели ещё Анна Павловна и другие улыбкой оценить этих слов Виконта, как Пьер опять ворвался в разговор. И Анна Павловна, хотя и предчувствовавшая, что он скажет что-нибудь неприличное, уже не могла остановить его. «Казнь герцога Ангиенского», — сказал Пьер. «Была государственная необходимость, и я именно вижу величие души в том, что Наполеон не побоялся принять на себя одного ответственность в этом поступке». «Диё, мой Диё, Бог мой!» — страшным шёпотом проговорила Анна Павловна. «Как, миссио Пьер, вы видите в убийстве величие души?» — сказала маленькая княгиня, улыбаясь и придвигая к себе работу. «А, о!» — сказали разные голоса. «Кяпиталь!» — превосходно! По-английски сказал князь Ипполит и принялся бить себя ладонью по коленке. Викон только пожал плечами. Пьер торжественно посмотрел сверх очков на слушателей. «Я потому так говорю», — продолжал он с отчаянностью, — что бурбоны бежали от революции, предоставив народ анархии. А один Наполеон умел понять революцию, победить её, и потому для общего блага он не мог остановиться перед жизнью одного человека. «Не хотите ли перейти к тому столу?» — сказала Анна Павловна. Но Пьер, не отвечая, продолжал свою речь. «Нет», — говорил он, все более и более одушевляясь. «Наполеон велик, потому что он стал выше революции, подавив её злоупотребление, удержав всё хорошее и равенство граждан, и свободу слова и печати, и только потому приобрёл власть. Да ежели бы он, взяв власть, не пользуясь ею для убийства, отдал бы её законному королю, — сказал Викун, — тогда бы я назвал его великим человеком. Он бы не мог этого сделать. Народ отдал ему власть только за тем, чтобы он избавил его от бурбонов, и потому что народ видел в нём великого человека. «Революция была великое дело», — продолжал мсье Пьер, высказывая этим отчаянным и вызывающим вводным предложением свою великую молодость и желание всё поскорее высказать. «Революция и царь и убийство — великое дело? После этого... Да не хотите ли перейти к тому столу?» — повторила Анна Павловна. «Контрасосиаль» — «Общественный договор». С кроткой улыбкой сказал Викун, — «Я не говорю про цареубийство, я говорю про идеи. Да, идеи грабежа, убийства и цареубийства» — опять перебил иронический голос. Это были крайности, разумеется, но не в них всё значение, а значение в правах человека, в эмансипации, от предрассудков, в равенстве граждан. И все эти идеи Наполеон удержал во всей их силе. «Свобода и равенство», — презрительно сказал Викун, как будто решившийся наконец серьёзно доказать этому юноше всю глупость его речей, все громкие слова, которые уже давно компрометировались. «Кто же не любит свободу и равенство? Ещё Спаситель наш проповедовал свободу и равенство. Разве после революции люди стали счастливее? Напротив, мы хотели свободы, а Бонапарте уничтожил её». Князь Андрей с улыбкой посматривал то на Пьера, то на Викунта, то на хозяйку. В первую минуту выходки Пьера Анна Павловна ужаснулась, несмотря на свою привычку к свету. Но когда она увидела, что, несмотря на произнесённые Пьером свято-татственные речи, Викунт не выходил из себя. И когда она убедилась, что замять этих речей уже нельзя, она собралась силами и, присоединившись к Викунту, напала на оратора. «Мой любезный мессио Пьер, — сказала Анна Павловна, — как же вы объясняете великого человека, который мог казнить герцога, наконец, простого человека без суда и без вины? «Я бы спросил, — сказал Викунт, — как мессио объясняет восемнадцатого Брюмера? «Разве это не обман? «Это не из-за птицу? «Это шулество, вовсе не похоже на образ действий великого человека». «А пленные в Африке которых он убил? — сказала маленькая княгиня. «Это ужасно!» — и она пожала плечами. «Выскочка, что ни говорите! — сказал князь Ипполит. Мсье Пьер не знал, кому отвечать, а глянул всех и улыбнулся. Улыбка у него была не такая, как у других людей, сливающаяся с неулыбкой. У него напротив, когда приходила улыбка, то вдруг мгновенно исчезало серьезное, даже несколько угрюмое лицо и являлось другое, детское, доброе, даже глуповатое и как бы просящее прощение. Виконту, который видел его в первый раз, стало ясно, что это якобинец, совсем не так страшен, как его слова. Виконту, который видел в первый раз его, стало ясно, что этот якобинец совсем не так страшен, как его слова. Все замолчали. «Как вы хотите, чтобы он всем отвечал вдруг?» – сказал князь Андрей. «Притом надо в поступках государственного человека различать поступки частного лица, полководца или императора. Мне так кажется». «Да-да, разумеется», – подхватил Пьер, обрадованный выступавшую ему подмогой. «Нельзя не сознаться», – продолжал князь Андрей. «Наполеон, как человек велик, на Аркольском мосту в госпитале в Яфе, где он чумным подает руку, но есть другие поступки, которые трудно оправдать». Князь Андрей, видимо, желавший смягчить неловкость речи Пьера, приподнялся, сбираясь ехать и подавая знак жене. Вдруг князь Ипполит поднялся и знаками рук, останавливая всех и прося присесть, заговорил. «А, сегодня мне рассказали прелестные московские анекдоты. Надо вас им попотчевать. Извините, Викунт, я буду рассказывать по-русски, иначе пропадет вся соль анекдота». И князь Ипполит начал говорить по-русски таким выговором, каким говорят французы, прибывшие с год в России. Все приостановились. Так оживленно, настоятельно требовал князь Ипполит, внимая к своей истории. «В Москву есть одна бариня, une dame, и она очень скупа. Ей нужно было иметь два valet de pied, лакея, за карета. И очень большой ростом это было ее вкусу, и она имела une femme de chambre, девушка, еще большой росту. Она сказала...» Тут князь Ипполит задумался, видимо, с трудом соображая. «Она сказала...» «Да, она сказала, девушка, а la femme de chambre, надеюсь, livre, и поедем мной за карета, faire de visite». «Livreю делать визит». Тут князь Ипполит фыркнул и захохотал гораздо прежде своих слушателей, что произвело невыгодное для рассказчика впечатление. Однако многие, в том числе пожилая дама и Анна Павловна, улыбнулись. Она поехала, внезапно сделался сильный ветер, девушка потеряла шляпу, и длинные волоса расчесались. Тут он не мог уже более держаться и стал отрывисто смеяться, и сквозь этот смех проговорил. И весь свет узнал. Тем анекдот и кончился. Хотя непонятно было, для чего он его рассказал, и для чего надо было рассказать непременно по-русски. Однако Анна Павловна и другие оценили светскую любезность князя Ипполита, так приятно закончившего неприятную или нелюбезную выходку миссию Пьера. Разговор после анекдота рассыпался на мелкие, незначительные толки о будущем и прошедшем бале, спектакле, о том, когда и где кто увидится. Поблагодарив Анну Павловну за ее шарманту-суаре, оборожительный вечер, гости стали расходиться. Пьер был неуклюж, толстый, выше обыкновенного роста, широкий, с огромными красными руками. Он, как говорится, не умел войти в салон и еще менее умел из него выйти. То есть перед выходом сказать что-нибудь особенно приятное. Кроме того, он был рассеян, вставая, он вместо своей шляпы захватил треугольную шляпу с генеральским плюмажом и держал ее, дергая султан до тех пор, пока генерал не попросил возвратить ее. Но вся его рассеянность и неумение войти в салон и говорить в нем выкупались выражением добродушия, простоты и скромности. Анна Павловна повернулась к нему и с христианской укротностью выражение прощения за его выходку кивнуло ему. И сказала, надеюсь увидеть вас еще, но надеюсь тоже, что вы перемените свое мнение, свои мнения, мой милый Мсье Пьер, сказала она. Когда она сказала ему это, он ничего не ответил, только наклонился и показал всем еще раз свою улыбку, которая ничего не говорила, разве только вот что. Мне не мнение, а вы видите, какой я добрый и славный малый. И все, и Анна Павловна невольно почувствовали это. Князь Андрей вышел в переднюю и, подставив плечи лакею, накидывавшему ему плащ, равнодушно прислушивался к болтовне своей жены с князем Ипполитом, вышедшим тоже в переднюю. Князь Ипполит стоял возле хорошенько беременной княгини и упорно смотрел прямо на нее в лорнет. — Идите, Аннет, вы простудитесь, — говорила маленькая княгиня, прощаясь с Анной Павловной. — Сетаретей, так решено, — прибавила она тихо. Анна Павловна уже успела переговорить с Лизой о сватовстве, которое она затевала между Анатолием и заловкой маленькой княгини. — Я надеюсь на вас, милый друг, — сказала Анна Павловна тоже тихо. — Вы напишите к ней и скажите мне, как отец посмотрит на дело. — До свидания. И она ушла из передней. Князь Ипполит подошел к маленькой княгине и, близко наклоняя к ней свое лицо, стал полушепотом что-то говорить ей. Два лакея, один княгинин, другой его дожидаясь, когда они кончат говорить, стояли с шалью и рединготом и слушали их непонятный им французский говор с такими лицами, как будто они понимали, что говорится, но не хотели показывать этого. Княгиня, как всегда, говорила, улыбаясь и слушала, смеясь. — Я очень рад, что не поехал к посланнику, — говорил князь Ипполит. — Скука. — Прекрасный вечер. Не правда ли прекрасный? — Говорят, что бал будет очень хорош, — отвечала княгиня, вздергивая с усиками губку. — Все красивые женщины и общества будут там. — Не все, потому что вас там не будет. — Не все, — сказал князь Ипполит, радостно смеясь и схватив шалью лакея, даже толкнуя его и стал надевать ее на княгиню. От неловкости или умышленно никто бы не мог разобрать этого, он долго не отпускал рук, когда шаль уже была надета и как будто обнимал молодую женщину. Она грациозно, но все улыбаясь, отстранилась, повернулась и взглянула на мужа. У князя Андрея глаза были закрыты, так он оказался усталым и сонным. — Вы готовы? — спросил он жену, обходя ее взглядом. Князь Ипполит торопливо надел свой редингот, который у него по-новому был длиннее пяток, и, путаясь в нем, побежал на крыльцо за княгиней, которую лакей подсаживал в карету. — Принцесс, au revoir! — княгиня, до свидания! — кричал он, путаясь языком, так же, как и ногами. Княгиня, подбирая платье, садилась в темноте кареты. Муж ее оправлял саблю, князь Ипполит под предлогом прислуживания мешал всем. — Позвольте, сударь! — сухонеприятно обратился к князю Андрей по-русски к князю Ипполиту, мешавшему ему пройти. — Я тебя жду, Пьер! — ласково и нежно проговорил тот же голос князя Андрея. Форейтор тронул, и карета загремела колесами. Князь Ипполит смеялся отрывисто, стоя на крыльце и дожидаясь Виконта, которого он мне обещал довезти до дому. — Ну, мой дорогой, ваша маленькая княгиня, очень мила, очень мила! — сказал Виконт, усевшись в карету с Ипполитом. — Он поцеловал кончики своих пальцев. — И тут афи францезе! — и совсем, совсем француженка! Ипполит, фыркнув, засмеялся. — И savez-vous, что вы сетти риблии, а век вот петит эр иноссан? — А знаете ли, вы ужасны с вашим невинным видом! — продолжал Виконт. — Я жалею бедного мужа, этого офицерика, который корчит из себя владетельную особу. Ипполит фыркнул еще и сквозь смех проговорил. — И вы говорили, что русские дамы не стоят французских. Надо уметь взяться. Пьер приехал вперед, как домашний человек. Прошел в кабинет князя Андрея, и тут сейчас же, по привычке, лег на диван. Взял первую попавшуюся с полки книгу, это были записки Цезаря, и принялся, облокотившись, читать ее с середины. — Что ты сделал с мадмузель Шерер? — Она теперь совсем заболеет, — сказал, входя в кабинет князя Андрея, потирая маленькие белые ручки. Пьер поворотился всем телом, так что диван заскрипел, обернул оживленное лицо к князю Андрею, улыбнулся и махнул рукой. Нет, этот аббат очень интересен, но только не так понимает дело. По-моему, вечный мир возможен, но я не умею, как это сказать, но только не политическим равновесием. Князь Андрей не интересовался, видимо, этими отвлеченными разговорами. — Нельзя, мой шех, мой милый, везде все говорить, что только думаешь. — Ну что же ты решился, наконец, на что-нибудь? — Кавалергард ты будешь или дипломат? — спросил князь Андрей после минутного молчания. Пьер сел на диван, поджав под себя ноги. — Можете себе представить, я все еще не знаю, ни то, ни другое мне не нравится. — Но ведь надо на что-нибудь решиться, отец твой ждет. Пьер с 10-летнего возраста был послан с гувернером Аббатом за границу, где он пробыл до 20-летнего возраста. Когда он вернулся в Москву, отец отпустил Аббата и сказал молодому человеку, «Теперь ты, поезжай в Петербург, осмотрись и выбирай. Я на все согласен. Вот тебе письмо к князю Василию, и вот тебе деньги. Пиши обо всем, я тебе во всем помога». Пьер уже три месяца выбирал карьеру и ничего не делал. Про этот выбор и говорил ему князь Андрей. Пьер потер себе лоб. — Но он масон должен быть, — сказал он, разумея Аббата, которого он видел на вечере. — Все это бредней. Остановил его опять князь Андрей. — Поговорим лучше о деле. — Был ты в конной гвардии? — Нет, не был. Но вот что мне пришло в голову, я хотел вам сказать. Теперь война против Наполеона. Ежели бы это война за свободу, я бы понял, я бы первый поступил в военную службу, но помогать Англии и Австрии против величайшего человека в мире — это нехорошо. Князь Андрей только пожал плечами на детские речи Пьера. Он сделал вид, что на такие глупости нельзя отвечать. — Ну, действительно, на этот наивный вопрос трудно было ответить что-нибудь другое, чем то, что ответил князь Андрей. — Ежели бы все воевали только по своим убеждениям, войны бы не было, — сказал он. — Это-то и было бы прекрасно, — сказал Пьер. Князь Андрей усмехнулся. — Очень может быть, что это было бы прекрасно, но этого никогда не будет. — Но для чего вы идете на войну? — спросил Пьер. — Для чего? — я не знаю, так надо. Кроме того, я иду, потому что эта жизнь, которую я веду здесь, — эта жизнь не по мне. — Продолжение следует... — Продолжение следует... — Продолжение следует...